Друзья, если у вас нет возможности читать роман Ивана Тургенева «Отцы и дети», смотрите это видео. Это история о том, как разные поколения не могут понять друг друга. Написал роман Тургенев в 1862 году. События происходят в тот же период накануне крестьянской реформы. Итак, дело было в мае. На постоялом дворе барин Николай Петрович Кирсанов ждал возвращения домой сына Аркадия после окончания университета. Сам Николай Петрович был сыном генерала, потому по идее должен был пойти по военной линии. Но вовремя сломал ногу и стал штатским. А вот его старший брат Павел пошёл по стопам отца. Во время учёбы в Петербурге братья жили вместе. Николай учился в универе, Павел – в гвардейском полку. Скоро их отец умер. А Николай женился на дочери одного чиновника, у которого он с братом снимали комнату. Девушку звали Маша. Они уехали в деревню, где и родился сын Аркадий. Николай с Машей жили в радости 10 лет, пока жена не умерла. Николай очень сильно переживал. Посидел даже. Но нашёл в себе силы воспитывать сына. Отвёз его в Петербург, где прожил с ним 3 года. Сейчас он ждал его возвращения. Аркадий приехал не один. Он познакомил отца со своим другом Евгением Базаровым. «Самоуверенный тип», – подумал отец, увидев его. Мужики сразу поехали домой. Двумя экипажами. Аркадий с отцом, а Базаров за ними. Николай Петрович в дороге, смущаясь, рассказал, что теперь у него в доме живёт девушка – Фенечка. «Батя, да всё нормально! Что я не понимаю?» Едут они. Аркадий смотрит вокруг на леса, на поля и думает, что не хотел бы он здесь остаться. Хотя любит это место. Ведь родился и вырос здесь. А вот отец рассчитывал, что сын с ним останется. Дома Аркадия встретил дядя Павел Петрович, старший брат отца. Он был рад племяннику. А вот Базарову почему-то даже руки не подал. Не понравился ему этот волосатый тип. После ужина пацаны разошлись по своим комнатам и сразу уснули. А вот старики долго не могли заснуть. Утром первым проснулся Базаров и пошёл на улицу посмотреть всё вокруг. Встретил двух мальчишек. Познакомился с ними. Пошли вместе на болото, где он попросил их достать ему лягушек. А зачем? Чтобы посмотреть, что у них внутри. Я ведь на доктора учусь. Люди – это те же лягушки. Посмотрю, что у лягушек внутри – буду знать, что у человека внутри. Базаров умел располагать к себе людей низших сословий. Причём не специально. Так само получалось. Аркадий с отцом вышли на террасу чай попить. Фенечка до сих пор не появлялась. – Это из-за меня? – спросил Аркадий. – Наверное. Стесняется она. У Фенечки ей было 23 года. Был ребёнок от Николая Петровича. Получается, что брат Аркадия. Сам Аркадий объяснил отцу, что он абсолютно нормально относится к этой ситуации. Он сказал, что сам сходит к ней и обо всём переговорит, чтобы она его не стеснялась. Вернулся. Радостным. Он ведь не знал, что у него братик есть, которому было полгодика. К ним присоединился Павел Петрович. Заговорили об Азарове. Аркадий объяснил, что Евгений едет к своему отцу. А здесь побудет какое-то время. Старики вспомнили, что отец Евгения когда-то был лекарем в дивизии их отца. Расскажи нам о друге. Он – нигилист. То есть это тот, кто ничего не признаёт и ничего не уважает? Не совсем. Он ко всему относится критически. Иными словами, нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот принцип. – И что, это сейчас круто без принципов? – Ага. К этой компании присоединился Базаров. Павлу Петровичу он явно не нравился. Потому что относился к старикам, как ему думалось – без должного уважения. Базаров же нормально с ними общался. Не грубил, но и не подлизывался. Зашёл разговор о том, что немецкие учёные посильнее наших будут. Это возмущало Павла Петровича. Базаров не хотел спорить. Когда старики ушли, Аркадий попросил друга быть помягче. – Да я же нормально себя вёл. – Ладно, проехали. Аркадий решил рассказать Базарову о своём дяде. В молодости дядя был красивым. Женщины по нему с ума сходили. Мужики завидовали. В 28 лет он уже стал капитаном. Но вдруг всё изменилось. Жила в то время в Петербурге княгиня Эр. У неё был муж, детей не было. Была некрасавицей, но интересной. На одном балу дядя с ней потанцевал и влюбился. Он привык к лёгким победам. И княгиня тоже растаяла. Но очень скоро она к нему охладела. Дядя чуть с ума не сошёл. Он таскался за ней повсюду. Преследовал её. В конце концов это ей надоело, и она уехала за границу. Дядя вышел в отставку и поехал за княгиней. Года четыре так за ней колесил. Не хватало мужества бросить это дело. Один месяц она снова была с ним. А потом снова бросила. Дядя вернулся в Россию. Пытался вернуться к своей прежней жизни, но не смог. Он состарился, посидел. Так, бестолку, прошло десять лет. Однажды он узнал о смерти княгини. Она умерла в Париже. Чуть позже дядя получил письмо с кольцом, которое он ей когда-то подарил. В это же время у брата Николая умерла жена. Но зато остался сын. В отличие от дядиной жизни, жизнь Николая Петровича имела смысл. Дядя оказался в том возрасте, когда молодость уже прошла, а старость ещё не наступила. Он попросился жить к младшему брату в его доме. Николай был рад этому. Через полтора года Павел переехал к брату и больше из деревни не уезжал. В округе его уважали. С дамами он не водился. «Поэтому не трави его», – попросил Аркадий. «Да кто его травит? Нафиг он мне нужен? Если он не смог собраться после того, как его послала княгиня, значит, он не мужик, а говно какое-то». Дела в имении Николая Петровича шли не очень. Он был хреновым хозяином. Его обманывали. Брат Павел это видел, но почему-то не вмешивался. Зато Павел иногда заходил к Фенечке и её сыну Мите пообщаться. Николай Петрович познакомился с Фенечкой три года назад. Он однажды ночевал на постоялом дворе в каком-то городе. Его приятно удивила чистота комнаты, свежесть постельного белья. Узнал, что хозяйкой двора была женщина лет 50. Он ей предложил стать экономкой. То есть управляющей в своём доме. Арина Савишна согласилась. Мужа у неё не было, а осталась одна дочь – Фенечка. Ей тогда было около 17-ти. То есть сейчас ей 23 года, а три года назад ей было 17. Прикольно? Арина Савишна сразу навела порядок в доме. Как-то искра из печки попала в глаз девушки. Мать попросила барина посмотреть, что можно сделать. Вот тогда он впервые и рассмотрел её лицо. Фенечка стеснялась хозяина. А потом вдруг от холеры умерла мать. Николай Петрович зря времени не терял. Сразу сориентировался. С Фенечкой познакомился Базаров. А нас с сыном и служанкой Дуняшей сидели в беседке. Базаров спросил Аркадия – А кто эта хорошенькая? – Какая из них? – Ты травишь. Там одна хорошенькая. Аркадий объяснил другу, кто такая Фенечка. Базаров после этого зауважал старика и пошёл в беседку знакомиться. Взял ребёнка на руки. Митя даже не пикнул. А вот к Аркадию Митя не захотел идти на руки. Когда друзья остались вдвоём, Аркадий сказал, что не одобряет действий отца. – Ну да. Зачем тебе ещё один наследник? – Да не в этом дело, – говорит Аркадий. – Бате жениться на ней нужно. Базаров сказал, что успел осмотреть усадьбу. Хреново всё вокруг. Скот плохой, лошади разбитые, работники ленивые. Управляющий либо дурак, либо жулик. Ещё не разобрал. Прошло около двух недель. В Марьино – так называлась усадьба Николая Петровича – к Базарову привыкли. Все, кроме Павла Петровича. Он его возненавидел за то, что тот не уважал его. Аркадий ничего не делал. Базаров работал. Возился со своими опытами. Начался июнь. Как-то возле беседки Николай Петрович подслушал разговор сына с Базаровым. Евгений сказал, что отец Аркадий – хороший чувак, но уже отставной. Его песенка спета. Я видел, что он Пушкина читал. Ну что за детский сад? Ладно, заберу у него Пушкина. Дам что-то современное. Николай Петрович рассказал о спетой песенке своему брату. Он-то думал сблизиться с сыном. А оказывается, они уже далеки друг от друга. Как бы он ни старался. Даже читал книгу, которую ему сын дал. Да хрень какая-то! Либо это бред, либо я тупым стал. Вечером кое-что случилось. Дядя пришёл на вечерний чай уже заведённым. Он ждал предлога, чтобы сцепиться с Базаровым. Конечно же предлог появился. И Павел Петрович затеял спор. Спорили долго. Молодёжь думает по-своему. Старики по-своему. Друг друга не понимают. Да и не хотят понимать. В общем, закончилось тем, что парни встали и ушли, оставив стариков вдвоём. – Вот! Вот, дорогой брат, какая нынешняя молодёжь! Вот кто останется после нас! Тогда Николай Петрович рассказал брату, как он однажды, когда был молодым, спорил с матушкой. Она кричала на него. А он говорил, что они с ней разные поколения. «Теперь пришла наша очередь», – мудро сказал Николай Петрович. Он пошёл погулять в саду. Здесь он понял, что с каждым днём они с сыном будут отдаляться друг от друга. Осознав это, Николаю Петровичу стало грустно. Он хотел понять молодых, но не мог. Как это – отвергать поэзию, не сочувствовать художеству, природе? В эти минуты он вспомнил первую встречу со своей будущей женой – девушкой Машей. А Базаров тем временем сагитировал Аркадия поехать к знакомым Николая Петровича, которые приглашали того к себе в город погостить. Старик отказался. Ну раз так, давай мы поедем. Потусуемся дней пять-шесть, а оттуда я поеду уже к своему отцу, – сказал Базаров. На следующий день они поехали. В городе Аркадия встретил Матвей Ильич. Немного удивился, что отец не приехал. Посоветовал съездить к местному губернатору познакомиться. Ведь он послезавтра даёт большой бал. А там и девчонки будут, – закончил убеждать Матвей Ильич. Аркадий пригласил с собой на встречу к губернатору Базарова. Тот поначалу отпирался, но потом согласился. Губернатор пригласил пацанов на бал. Когда парни шли по городу, Базарова увидел его знакомый – Ситников. Евгений был не очень рад этой встрече. Ситников считал Базарова своим учителем – нигилизма. Ситников пригласил парней зайти рядом к одной даме – Кукшиной, которая также придерживается их взглядов. Она разведёнка. – Хорошенькая? – спросил Базаров. – Нет. – Ну и нахрена ты тогда нас к ней зовёшь? Вы ведь ещё не завтракали, а она нам шампусик поставит. Приходят. Кукшина вела себя как-то неестественно. Т.е. старалась казаться такой, какой сама не была. Базаров для себя это сразу отметил. Дама распорядилась принести пацанам завтрак и шампанское. Говорили ни о чём. Выпили три бутылки шампанского. Ситников кричал – долой авторитеты! А потом Базаров встал и, не прощаясь с хозяйкой, ушёл. За ним последовали Аркадий и Ситников. На бал пришло дофига народу. Аркадий танцевал плохо, Базаров вообще не танцевал. Чуть позже на бал приехала богатая красивая вдова Одинцова. Аркадий и Базаров переглянулись. «Я бы в дул», – сказал Базаров. Ситников познакомил Аркадия с ней. Девушка была старше Аркадия. Ей было 28. Аркаша сразу запал на неё. Один танец она протанцевала с ним. «А кто ваш друг?» – спросила она. Аркадий много всего восхищённо рассказал о Базарове. Тогда Одинцова пригласила их как-то приехать к ней в гости. Ей было любопытно познакомиться с человеком, который ни во что не верит. На следующий день пацаны пошли в гостиницу, где остановилась Одинцова. Базаров отдавал должное её уму, ведь она вышла замуж за богатого старика, который скоро и помер. Аркадий познакомил их. Базаров как-то даже смутился, чему был сам удивлён. Анна Сергеевна держалась спокойно. Её отец любил карточные игры и почти всё просрал. Потому вынужден был уехать в деревню, где скоро и умер. У него было две дочери – Анна и Катя . Мать умерла давно, ещё и в Петербурге. И если бы Анну однажды не увидел богатый мужик 46 лет, загнулась бы она с сестрой. Влюбился в неё этот мужик и предложил выйти за него. Анна была не дура – согласилась. Муж прожил 6 лет, а умирая, всё своё состояние оставил ей. В округе Анну не любили, потому что вышла замуж из-за большой любви к деньгам. Анне было всё равно, что о ней думают. Жила в большом доме, ездила за границу, помогала сестре. Анна слушала басни Базарова, а у того, на удивление, рот не закрывался. Даже Аркаша офигел. Базаров говорил о медицине, о ботанике. В общем, очень интересный собеседник. Поговорили часа три и стали прощаться. Анна пригласила их как-нибудь приехать к ней в поместье. Никольская. «Ох, я бы ей вдул!» – только и сказал другу Базаров. «Поедем к ней. Нехер нам здесь делать». Через три дня они поехали к Одинцовой. Анна познакомила парней со своей 18-летней сестрой Катей. Завязался обычный разговор. Анна попросила сестру что-нибудь сыграть на фортепиано для Аркадия. Аркадию такая постановка вопроса не нравилась. Значит, Анна отсылает его, чтобы самой побыть с Базаровым. А он ведь вроде как влюбился в Анну. Катя начала играть Моцарта. Играла хорошо. Аркадий это отметил. Потом присмотрелся к Кате. Ничего такая. Анна, Базаров и ещё один чувак тем временем резались в карты. Анна предложила Базарову завтра пойти в поле погулять, чтобы услышать от него, как по-латыни называются растения. Когда парни остались вдвоём, Базаров сказал другу, что Анна классная. Но Катя интереснее. У Аркадия челюсть отвисла. Катя? Ага. Анна уже юзаная, а эта свеженькая. Самой Анне Базаров понравился. Тем, что был не такой, как все. Она была в странном положении. Уже вдова, но ещё никого не любила в жизни. Потому хотела сама, не зная чего. Утром они с Базаровым пошли в поле. Аркадий был с Катей. Парни жили в гостях уже две недели. Базаров становился раздражительным. Аркадий всё больше проводил времени с Катей. Хотя и мечтал об Анне. Он был слишком молод для неё. Базаров стал меньше общаться с другом. Вроде бы даже как-то стал избегать его. Стыдиться. Базаров женщин любил. В отношениях с ними у него был такой принцип. Если нравится – добивайся. Если она к тебе равнодушна – ну и хер с ней. Другую найду. А Денцова ему нравилось. Сам же он терпеть не мог романтиков. Но чувствовал, что с Анной сам становится романтиком. Его это бесило. Уходил в лес или на сеновал. Представлял, как он её тискает. Анне общество Базарова нравилось. Но не так, как ему её. Она без него не скучала. Но когда он появлялся, ей было приятно. Однажды, гуляя с ней, Базаров сказал, что собирается уехать к отцу. Так Анна даже побледнела. Ей самой показалось это странным. В усадьбу Никольская заехал работник отца Базарова и сказал, что родители очень соскучились по нему. – Ладно. Передай им, что скоро приеду, – ответил Евгений. Вечером Анна сказала Базарову, что ей будет скучно, когда он уедет. – Да ладно. Не верю. Вам и скучно без меня. – Да у вас ведь весь день расписан по минутам. Девушка сказала, что она несчастна. Потому что не знает, для чего живёт. У неё всё есть. Ей комфортно. В общем, хочет, чтобы её кто-то чпокал. А Базаров тупит. – Вам хочется полюбить, – говорит он ей. – А полюбить вы не можете. Радоваться этому нужно, а не грустить. – Вот чертовка, дразнит меня, – думал в это время Базаров. Он ушёл. Анна вроде как хотела вернуть его, но не решилась. Утром она продолжила вчерашний разговор. Анна поинтересовалась, чего от жизни хочет Базаров, к чему он стремится. – Да врачом я буду. – Ага. А я балериной. В общем, Базаров признался, что любит её. Похоже, Анна только и ждала, когда он это скажет. Она не сделала шага навстречу Евгению. Униженный он вышел из комнаты. Анна и сама не понимала, что она делает. Вынудила человека на откровенность и помахала ему ручкой. – Ну ему нафиг, – подумала она. – Жила о себе, горя не знала. И дальше так и будет. Не надо мне мужика. После обеда Базаров сказал Анне, что завтра уедет. Он мог бы остаться только в одном случае, если Анна его любит. А это не так. Значит и оставаться нет смысла. Вечером приехал Ситников. Просто так. Даже без приглашения. Перед сном Базаров сказал Аркадию, что завтра уедет к отцу. – Тогда я тоже уеду к себе домой, – сказал Аркадий. Он думал, что не хочет уезжать отсюда. Ему здесь нравилось. Но и оставаться самому без друга как-то неудобно. Ситников расстроился. Он только приехал, а пацаны уезжают. Он тоже вынужден был собираться в дорогу. – Мы ещё увидимся? – спросила Анна у Базарова. – Как пожелаете. – Тогда увидимся. В дороге Аркадий сказал, что хочет поехать с Базаровым. Тот не возражал. Приехали. Поздоровался с отцом. Мать аж заплакала. Так была рада видеть сына. Называла его Янюшечка. Дом родителей был маленьким. Всего каких-то шесть комнат. Ну и слуги ещё. Отец с матерью даже не знали, на сколько дней сын приехал. А спросить боялись. Аркадий быстро заснул в своей комнате. А вот Базаров всю ночь глаз не сомкнул. Об Анне думал. Встал рано и пошёл бродить. Аркадий выспался. Утром встретил Василия Ивановича – отца Базарова. Тот его спросил, какого он мнения о его сыне. – Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. Его ждёт большое будущее. Он будет знаменит. Отцу было приятно это слышать. Он гордился сыном. Когда друзья остались вдвоём, Евгений сказал, что ему здесь скучно. Что он поражается, как родители могут жить так ничтожно и при этом радоваться жизни. Понятно, что Базаров всё ещё испытывал душевную боль после того, как Анна не ответила ему взаимностью. Базаров ударился в философию. Принципов в жизни нет. Есть ощущения. – Честность тоже ощущения? – спросил Аркадий. – Конечно. Базаров даже назвал дядю Аркадия идиотом и сказал, что Аркадий сам начал говорить, как его дядя. – Что? Хочешь со мной подраться? Не получится. Ты слабее меня. Возможно, они бы и подрались, если бы в это время отец не подошёл и не позвал их обедать. Аркадий реально испугался. На обед отец пригласил местного попа – отца Алексея. Тот хотел познакомиться с Евгением. Пообедали, в карты порезались. А вечером Базаров, как бы между прочим, сказал отцу, что завтра уезжает к Аркадию. Василий Иванович, мягко говоря, удивился. – Да он охренел. Три года не видел сына, а он на один день заскочил. Вот же гадёныш. – Я скоро вернусь, – говорит Евгений. Василий Иванович не стал на ночь огорчать мать, что сын завтра уедет. Конечно, на следующий день она всё время плакала. Когда парни уехали, Василий Иванович опустил голову на грудь и сказал – бросил он нас. А остались только мы друг у друга. И так сильно обнял свою жену, как не обнимал в молодости. Подъехали пацаны к развилке. Аркадий спросил – ко мне или к девчонкам? – Как хочешь. Аркадий сказал извозчику ехать к Одинцовой. Их не ждали. Было видно, что пацаны протупили, заехав в Никольское. Им были не рады. – Да мы это… Проезжали мимо. Побудем часа четыре и поедем дальше. Отмазались они. Катя хреново себя чувствовала, а потому даже не спустилась к ним. Четыре часа были мучением для всех. Анна сказала, чтобы парни ещё к ней заезжали. Попозже. Они поехали домой, к Аркадию. В дороге друзья почти не общались. Николай Петрович был рад сыну и его другу. Дела в поместье шли не очень. У неумелого хозяина хозяйство потихоньку разваливалось. Базаров снова занялся лягушками. Аркадий помогал отцу. Хотя больше думал о Никольском. Даже в обществе Базарова ему стало скучно. От отца Аркадий узнал, что у того остались письма, которые писала мать Одинцовой его матери. Он взял их почитать. Через дней десять Аркадий не выдержал. Снова поехал в Никольское. Показать письма матери девчонок. Базаров не захотел ехать с Аркашей. Чувство гордости не позволило. С его отцом и дядей он почти не общался. Но посмотреть в его микроскоп братья приходили. Особенно это нравилось Николаю Петровичу. Но Павел Петрович всё так же испытывал к Базарову неприязнь. Однажды старик заболел. Так за помощью к Евгению даже не обратился. Единственным человеком в доме Кирсановых, с кем общался Базаров, была Фенечка. В её комнату он не заходил. Разговаривали, когда встречались в саду или во дворе. Базаров был простым парнем, потому Фенечке с ним было легко общаться. А Павел Петрович постоянно подглядывал за девушкой. Однажды утром Евгений застал Фенечку в беседке. Слово за слово флиртовать с ней стал, а потом поцеловал её в губы по-взрослому. Фенечка не сопротивлялась. Ну и тут прокашлялся Павел Петрович, который видел всё это. Днём он зашёл в комнату к Базарову. Поговорить надо. Скажите, что вы думаете о дуэлях? Нужное дело, когда нужно ответить на оскорбление. Супер. Тогда я хочу драться с вами. Чего вдруг? Павел Петрович не захотел называть истинную причину. А только ограничился тем, что ненавидит Базарова и считает его лишним в этом доме. Ну ладно. Хотите драться? Будем драться. Павел Петрович был рад. Он предложил завтра в 6 утра за рощей всё решить на пистолетах. Базаров согласился. Без секундантов, но с одним свидетелем – лакеем Петром. Старик вначале покрутил носом, но потом согласился. Пистолеты предложил свои. Базаров вернулся к своей работе. Но мысли уже были о другом – о дуэли. Ведь завтра убить могут. И чего это он? Из-за какого-то поцелуя? Вот странный, думал он. – Ё-моё! Да ведь он сам в фенечку влюблён. Вот причина! – догадался Евгений. – М-да. Хреново. Он сел писать письмо отцу, но обломался. – Умру? Значит умру. – Да нет, не умру. Я ещё долго буду жить. Утром он с Петром пошли за рощу. Базаров рассказал, что Петру предстояло стать свидетелем дуэли. Петруха испугался. Но Базаров убедил его, что всё будет нормально. Пришёл Павел Петрович. Поздоровался. Зарядил пистолеты. Базаров отсчитал шаги. У него было хорошее настроение. Даже шутил. Дуэлянты пошли навстречу друг другу. Первым выстрелил Павел Петрович. Пуля прошла возле уха. Затем выстрелил Базаров. Попал в ногу. Старик побледнел и опустился на землю. – Всё. Закончили. По второй пуле другим разом выпустим. Теперь я не дуэлянт. Я доктор. Дайте осмотреть вашу рану. Старик сказал, что помощи не надо и упал без сознания. Базаров ощупал рану. Кость была цела. «Через три недели танцевать будет», – подумал он. Стоило было только в обморок из-за этого падать. Старик пришёл в себя. Сказал, что повторная дуэль отменяется. «Сегодня вы повели себя благородно». Базаров ответил, что скоро уедет из этого дома. Так что повода стреляться больше не будет. Для Николая Петровича придумали легенду, что они поссорились из-за политики. Потому и стрелялись. Пётр побежал домой за транспортом. А вернулся Николай Петрович. Ему всё объяснили. Тот успокоился. А Фенечке ни слова. Кстати, ей стало дурно, когда она узнала о дуэли. Поняла, что из-за неё. Из города вызвали доктора, который занялся раненым. Когда Павел Петрович стал лучше себя чувствовать, то сказал брату, как бы между прочим, что Фенечка похожа на Нелли, то есть княгиню Эр, по которой он в молодости с ума сходил. На следующий день Базаров зашёл к Николаю Петровичу проститься. Павел Петрович тоже захотел с ним попрощаться. А вот с Фенечкой не удалось. Только из окна переглянулся с ней. Через неделю Павлу Петровичу стало полегче. Как-то завёл он разговор с Фенечкой. – Боишься меня? – Брата моего любишь? – Да. – А Базарова? Я ведь всё видел там, в беседке. Фенечка покраснела. Сказала, что любит только Николая Петровича. В это время он и появился. С Митей на руках. Фенечка забрала сына и ушла. Павел Петрович говорит брату. – Выполни одну мою просьбу – женись на Фенечке. – Так я бы давно это сделал. Но ведь это ты сам всегда был ярым противником таких браков. Я из-за тебя не женился на ней. – Ну и зря. Теперь женись спокойно. Николай Петрович был рад это услышать. А Павел Петрович подумал, что после свадьбы уедет куда-нибудь. В Германию или Италию. И там уже останется жить до смерти. Между тем у Аркадия и Кати всё начало получаться. Катя считала, что именно Базаров плохо влиял и на Аркадия, и на сестру. Чем меньше они будут с ним общаться, тем более человечными будут становиться. Потому что Евгений какой-то чужой. Базаров приехал в Никольское. Первым делом пошёл в комнату к Аркадию. Тот был в шоке. Не ждал его здесь. Может, что-то дома случилось – сразу подумал он. Базаров рассказал ему о дуэли. О настоящей причине не говорил. Незачем Аркаше было это знать. – Как дела на любовном фронте? – спросил Евгений. – Ты ведь из-за Анны сюда приехал? – Нет, не из-за неё. – Да ладно. В общем, мой друг. Чувствую, что нам пришло время с тобой разойтись. Приелись мы друг другу. Базаров пошёл поздороваться с Анной. Они поговорили так обо всём, как старые друзья. Но всё равно в разговоре было какое-то напряжение. – А вы знаете, Анна, что и Аркадий был в вас влюблён? – И он тоже? – Да ладно. Типа вы не знали. Вечером Анна сказала сестре, чтобы та была поосторожнее с Аркадием. – Мало ли. Утром Аркадий пригласил Катю погулять с ним. Катя сказала себе – это в последний раз. – Ага. Аркаша сопли жевал, никак не мог признаться Кате, что любит её. Но кое-как по капле выдавливал из себя признание. А потом они услышали, как рядом шли Анна с Базаровым. Те их не видели. Зато Аркадий с Катей могли слышать их разговор. Евгений с Анной говорили о своих отношениях. О том, что она понимала, что нравится Аркадию, хоть годится ему в тётке. Что Аркадий к Кате относится, как к сестре. Они ушли. Катя приуныла. Ну и после этого Аркадий ясно сказал, что любит Катю. Поныл немного. Смею ли я надеяться и т.д. В общем, Катя сказала – да. Ох, тот и обрадовался, как щенок. На следующий день Анна показала Базарову письмо, в котором Аркадий просил руки Кати. – О, какие порядки тогда были. Нужно было письма писать. Прочитав, Базаров еле сдержался, чтобы что-то не съязвить. Вы же сказали, что он её по-братски любит. Да сама в шоке. Старая, значит, уже стала, если не смогла такого понять. В этот день Базаров решил уехать. – Ещё увидимся? – спросила Анна. – Всё возможно. Потом было прощание с Аркадием. – Поздравляю. Хороший выбор. Вряд ли мы с тобой ещё когда-нибудь увидимся. – Ты правильно сделал. Ты не создан для такой жизни, как моя. В тебе нет дерзости, злости. Ты другой. Ты мажор. Ты мягкий. В твоей семье Катя будет главной. Прощай. Аркадий со слезами в последний раз обнял друга. А вечером Аркаша уже и забыл про Базарова. У него была Катя. Родители Евгения очень обрадовались внезапному приезду сына. – На шесть недель, – говорит. – Работать хочу. Старики даже заговаривать с ним боялись, чтобы не надоедать ему. Базарову быстро надоела работа. Ему больше нравилось скучать. Он с мужиками местными общался, но те его не понимали. Между собой за шута Горохового принимали. Евгений стал помогать отцу с больными. Лечил их. Зубы выдёргивал. Как-то привезли Базарову мужика, больного Тифом. Очень больного. Тот скоро и помер. Так Базаров, когда вскрытие делал, порезался. Палец. – Поздно теперь, батя, – сказал он отцу. Часа четыре уже прошло. На третий день ему совсем хреново стало. Ничего не хотел есть. Температура… Отец всё понял. Он не отходил от постели сына. – Заразился я, батя. Скоро хоронить меня будешь. Не думал, что так рано умру. Как-то по-тупому умираю. Он попросил отца послать за Анной, чтобы она к нему приехала. Родители были убиты горем. Одинцова приехала быстро, как смогла. Привезла с собой доктора. Немца. Старики обрадовались, были уверены, что теперь их сын поправится. Сначала к Евгению зашёл доктор. Он осмотрел его. Затем Анна. Доктор ей успел сказать, что пациент уже не жилец. Анна посмотрела на Базарова. Она успела подумать, что если бы любила его, то сейчас поняла бы это. А так умирал обычный друг. Евгений был рад видеть Анну. Благо его сознание ещё позволяло общаться. Он сказал, что какая-то дебильная смерть его ждёт. Он-то хотел пожить. Ещё раз признался, что любил её. Попрощался. Анна поцеловала его в лоб. Евгений заснул. Не приходя в сознание, на следующий день он умер. Прошло полгода. Зима. Неделю назад в церкви было две свадьбы. Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой. После свадеб Павел Петрович уехал в Москву. Анна тоже. Далее Тургенев пишет, что произошло дальше с героями романа. Анна вышла замуж. Не по любви. За хорошего мужика. Николай Петрович с Аркадием и Катей остались в Марьине. Аркадий стал хозяином. Поправил дела в усадьбе. Катя родила сына Колю. Павел Петрович живёт в Германии, в Дрездене. Очень скучает по родине. Родители Евгения Базарова ходят на его могилу. Вот такая история, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова